Дорогие друзья, в преддверии Нового года я рассказываю о том, чем бы можно было украсить свой праздничный стол. И сегодня будет у нас очень простая, доступная, вкусная и нереально классная закуска. Итак, что я буду делать? Значит, у меня здесь есть тесто слоеное, значит, к нему начинка. Я ездил по магазинам вчера вечером в поисках фарша, а потом подумал, зачем мне брать фарш, если я могу взять купаты, там говяжьи и свиные, распотрошить их, и там уже готовый полноценный фарш, уже есть чесноком и со специями, с солью и со всем. И пахнет даже вкусно, и вроде бы и мясо там есть. Так, несмотря на то, что в этом фарше есть уже практически все, что душе угодно, я сюда добавляю мелкорубленный лук, сырой. Даже решил его не обжаривать. Он и так будет неплох. И довольно большое количество укропа. Луковица маленькая, а укропа добрых полпучка. И все это вместе разминаю. Мне нужно объединить говяжий и свиной фарш. Ну, то есть, говяжьи сосиски и свиные сосиски. Разминаю все это вилкой, превращая в такую начинку. Потому что чаще всего фарш непонятно из чего делают, а в сосиске, ну, там хотя бы вроде как есть надежда, что кладут какие-то нужные и правильные куски мяса. Так, короче, я вот перемешал вот это вот все вот в такой фарш с луком и укропом. И отставляю его в сторону. В другую сторону. Значит, слоеное тесто. Мне нужна мука. И раскатываем. Оп. Вот так вот. Немножко укропа попалось. Смотрите, тоненькое тесто позволяет нам быстрее выпекать наше блюдо. Теперь что мы делаем? У нас есть вот такой раскатанный блин. Накладываем вот таким образом, распределяя его по тесту. По сути, намазываем фарш на тесто. Помогайте вилками, пальцами. Чем угодно нам главное добиться результата. А результат будет потрясающий. Но, как я уже сказал, вы можете взять обычный фарш. Главное, не куриный. Потому что куриный очень не липкий. А говядина плюс свинина, такой довольно рассыпчатый получается. Короче, получается вот такая вот мазанка. Пахнет так, что, мне кажется, можно и так есть без приготовления. Вот этот край немножко оставляем. До конца не домазывайте. Так, теперь все это закручиваем. Вот так вот берем. Оп. Тесто сначала складываем вот так. Дальше начинаем крутить рулет. Вот так вот все аккуратно. Превращаем в красивый рулет. Берем яйцо. Желток с белком смазывать. Сейчас будем край. Для того, чтобы он прилип лучше во время запекания. Вот так вот раз-раз смазали. Но это еще не все. Значит, как только мы докрутили его до конца. Вот так. Получился такой рулет. Мы берем нож. Самый лучший острый нож в мире. И начинаем. Отрезать вот такие вот рулетики. Оп. И ставим их куда? Правильно, на противень, на бумагу. Рулетики сильно толстые не режьте. Так, чтобы хорошо все пропекалось. Вот такие рулетики прям берем и ставим. Близко тоже не ставьте, оно будет чуть-чуть увеличиваться. Теоретически вы можете запечить рулет целиком. Но внутри теста не припечется, потому что фарш влажный. Он будет все время влагу отдавать. А потом так получится быстрее, вкуснее и более зажаристо. Так, я подравниваю здесь так, чтобы сверху у нас все было красиво, чтобы нигде кусков мяса не висело. И еще же есть у нас желток с белком, яйцо. Чуть-чуть смажу сверху. Хотя бы, чтобы зарумянилось. Эх! Кусочки небольшие, будут очень красивые, румяные. Да, в чем еще преимущество готовых купат? К тому же, все доведено по вкусу. По соли, специи. Потому что некоторые не могут себе позволить там иметь дома какие-то особые специи. Либо мало готовят, а здесь уже за тебя все придумали. Взял только главное из пленки. Распотрошить, фарш вынуть и все готово. Опять же, тесто готовое, фарш готовый. Ускоряет процесс приготовления. Я вас уверяю, ваши гости останутся довольны. Это важно. Потому что пожрать, конечно, мы все любим. И больше всего. Итак, ну ничего страшного, если что-то здесь где-то пролилось. Ну, яйцо немножко подплавится, где-то подгорит. Где-то чего-то будет красивое. Зато должно быть все очень вкусно. Итак, телескопические направляющие сначала вынимаем. Потом делаем так, чтобы у нас попали вот в эти дырочки кронштейны. Очень удобная штука. В духовках Медея я просто кайфую от этого. Туда отправляем это все. Закрываем. 170 градусов. Вверх-вниз плюс конвекция. И таймер поставим на 15 минут. А дальше посмотрим. Может быть, еще увеличим время. А может быть, вытащим и уже будет готово. Прошло 25 минут. Смотрите, какие шикарные рулетики у нас получились. Тарелочку красивую для того, чтобы... Это же закуска все-таки. Причем горячая. Тарелочку нужно длинную, плоскую, для того, чтобы все эти рулетики вот так вот приподнять. И переложить вот сюда. Так, это у нас не все. Нам нужно их дополнить вкусом. Завершить, так сказать, самое что ни на есть. Сметанку выкладываем. По пол чайной ложки на каждый рулетик посыпаем все это зеленым лучком. О! И в таком виде шикарную новогоднюю закуску отправляем на стол. Я вас уверяю, когда вы только будете разминаться, провожая старый год, каждый кусочек вот этого рулетика принесет вам счастье и радость того, что как же мы классно провожаем старый год, а новый будет еще вкуснее. Медея, почувствуй себя дома!